И снова добрый день, дорогие мои, с вами, впрочем, как и всегда, алкобард. И, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. И для начала короткая история, в общем-то, связанная именно с тем напитком, который мы сегодня будем пить. У каждого есть такой друг, такой знакомый или такой одноклассник. В моем случае это был одноклассник. Я его встретил года три назад, наверное, где-то так. Где-то в Минске, в городе пересеклись, я даже сразу не узнал, кто такой. Ну, он, естественно, рассказал, что выше него только звезды, круче только яйца. Что X5 у него в ремонте, а еще он дистанционный директор какой-то крупной московской корпорации. В кроссовках Абибас такие ходят, да? Ну, и, в общем, рассказал, что-то зашел разговор про бухло. И он мне сказал, ну, у тебя-то столько денег не будет никогда. Но вот я, например, уважаю только джин. Водка это для нищебродов, вот джин, который голубой. Я решил уточнить, в смысле, который в голубой бутылке. Он на меня посмотрел вообще как надохлый одуванчик. И сказал мне, ну, реально, ну, ты такого все равно никогда не попробуешь. Но его наливаешь, и он такой голубой, просто насыщенный. Как-нибудь увидишь на дорогих полках на элитке. Бомбей сапфир называется. Как я тогда не заржал, я не знаю. Просто, ну, я иногда могу хорошо, красиво сыграть. Я удивился, сказал, конечно, может быть, когда-нибудь я смогу попробовать. Но вечером я реально взял какой-то джин, который у меня был просто дома. Ну, раз про джин разговор шел. Пил его и ржал безостановочно. В общем-то, как вы понимаете, тема нашей сегодняшней лекции это бомбей сапфир, господа. Вот такое. Значит, очень кратко. Чем он отличается от остальных? Пункт первый. Первый образец этого джина, пусть вас не смущает надпись 1761. Так вот, я старше первого выпущенного бомбей сапфира, по-моему, на 11 лет. Вроде как в 87-м его только изобрели. А 1761 это, простите, по рецепту 1761 года. Вот такая вот фигня. 500 миллилитров, 47 градусов. 47 это международная версия для Англии, по-моему, для Канады, еще для кого-то сороковочка. И что интересно, это один из джинов, которые абсолютно не скрывают состав. То есть, понятно, что все джины на основе можжевельника. Ну, это логично. Но куча производителей говорят, нет, у нас там свои тайные рецепты, у нас там что-то по-своему сделано, потому что, ну, чтобы никто не смог повторить. Здесь вам, простите, состав весь пробит с двух сторон. Здесь 5 и здесь 5. Из 10 компонентов, ну, естественно, на основе можжевельника, как вы понимаете. Тут же есть и дягель, и еще что-то, еще что-то, и кориандр, лимонное там чего-то. Дальше не знаю, потому что в англоязычной ботанике я, простите, путаюсь. А вот с этим, мягко говоря, рисунками я тоже немного не соображаю, о чем идет речь. Да, это достаточно дорогой, ну, для джина образец, то есть из массовых джинов он так стоит по правильному ценнику. За 0,5, по-моему, что-то в районе, в белорусских рублях где-то 55-60, короче, 25 баксов, вот так считаем. Соответственно, берется он не на каждый день, берется он не каждым человеком. И, как говорится, раз у нас нищебродов-то, денег на него никогда не будет, то открываем. Открыли, акциз отодрали, к штане не приклеили, нету дозатора, и это прекрасно. Ну и теперь всем известный голубой напиток, который голубой джин для богатых людей. Мне всегда интересно, попробуют ли в жизни эти богатые люди свой голубой джин или нет. Вообще, кстати, сказка про то, что он голубого цвета, возникла вообще непонятно откуда, непонятно почему. Но есть куча самогонщиков, которые одни прикалываются, а вторые реально так делают. Они пытаются подогнать цвет джина под вот такой, под вот этот цвет голубой бутылки. И те, которые прикалываются, это с ними-то все понятно, но есть же те, которые реально верят, что он голубого цвета. Ладно, 47 градусов, ребятушки. Лондон Трайджин Бомбей Сапфир. Поехали, нюхаем. Хорошо. Ну, я не беру джины белорусского производства, понятное дело. Но в сравнении с многими, бифитер, конечно, он дешевле в пару раз, но здесь и чувствуется, что в этом есть смысл. То есть для людей, которые джин не любят, но пришлось, это, наверное, будет вариантом. Ну, поехали, первое. Я бы даже сказал, очень хорошо. 47, простите, а ощущений таких нету. По ощущениям, это нормальная сороковочка. Вот сейчас идет конкретное такое жжение пошло, но оно перекрывается. Мужжевелово-лакричный привкус. Это прикольно. Могу сказать точно. То есть, даже вот с первой рюмки на данный момент могу сказать, что это напиток, имеющий право на жизнь. Вот, наверное, так. Что-нибудь интересное у нас еще написано. А, ну, что-то из коктейлей тут. Две части бомби сапфир, одна часть свежего лимонного сока, сахар. Ну и плюс, естественно, содовая. Ну, с моей точки зрения, это некоторое извращение. Хотя вообще джин с цитрусовыми соками, говорят, заходит хорошо. Я даже когда-то что-то пробовал в такой комплектации и более-менее было неплохо. Ладно. Слушайте, конец октября, блин. Уже и день рождения я отпраздновал, и все, лето. У меня ощущение, что 2020 просто не хочет заканчиваться. И после, как вы помните, 31-го, 12-го, 2020-го, наступит 1-е, 13-го, 2020-го. Господи, за то, чтобы этого не наступило. За то, чтобы был следующий нормальный человеческий 21-й год. Вот, как иногда говорю слово округлый, или полный, я бы здесь сказал пышнотелый. Это, наверное, тот джин. Кроме него, кстати, еще Лорсон, один из дешевых. Но там же не Вер, там не джин, который, я считаю, вот на данный момент достойными представителями своих классов. Потому что даже тот же, простите, бифиттер и рядом не стоит. Ну, накапаем. Что делать? Накапаем. Настроение-то поднимается. Ну и давайте, наверное, все-таки проверим ту самую классику, как пить джин. То есть, соответственно, с тоником. Для этого у нас имеется швепс, индиан. Тихо, спокойно. Просто эта бутылочка у меня сегодня полетела со второго этажа по лестнице. Ну, долетела до середины, до поворота, так сказать. Но все равно. Ну и два к одному, наверное. Две части швепса, одна часть бомбей. Хотя, я считаю, что его портить швепсом – это кощунство. Это не тот джин, который, наверное, надо пить с тоником. Интересно. Даже очень интересно. Слушайте, что-то сегодня день такой, что ли? Или мне реально джин зашел, наконец-то? Хотя я его когда-то пил, и он мне тоже, в принципе, заходил. Но не так радостно. Потому что сейчас я в сравнении с теми джинами, которые пил до того. И вы знаете, блин, это вещь. И это такие чистые росы в мире джинов. С тоником зашло. Но, как я уже и сказал, нету, наверное, смысла. Но, как девочковый вариант, пойдет. Достаточно так мягко, хорошо. Спиртозность вообще пропала. Хрен пойми куда. И травки-то чувствуются. И большое им спасибо, тем, кто его создал. Оно, по-моему, уже Бакарди принадлежит. Было Диаджо, и вроде бы сейчас Бакарди, точно не знаю. За реальную сбалансированность. Потому что есть джинны, в которых можжевельник просто ядерный. Вообще. А есть джинны, которые я называю водкой с привкусом джинна. То есть, который можжевельник вроде есть, но его ни хрена не чувствуется. Вот это настолько сбалансированный вариант. Что, честно говоря, преклоняюсь перед технологами, которые это создали. Блин, ну лакрица. Ну, настолько классное послевкусие. Ну, короче, ребята, все. Я с джинной мне определился для себя. То есть, если брать джин, то пока их будет два варианта. Это бомбей сапфир. Это французский... Кого я там называл? Да, господи. Лордсон, по-моему. И, наверное, все. Ну, из белорусских, естественно, ведрич. Если мне захочется кого-то отравить, то я возьму джин ведрич. Вот даже собака забрыхала на заднем плане. Видать, она знает, как пахнет из-под него бутылка. Не будем, наверное, накапывать последнюю на сегодня. Хватит. Заключительную. Не буду больше мешать с тоником, потому что официально объявляю, что бомбей сапфир с тоником – это извращение. Хотя, да, это мягенькое извращение, такое леденькое. Но не наш вариант, не наш. Цвет бутылки вообще прекрасный. Вот этот вот нежно-голубой. И самое интересное, что он под любым углом, под любым... Вот в сторону, где светло, в сторону, где темнее. То есть, ребята реально заморочились, и за что им откровеннейшее спасибо. Это тот джин, который, да, я буду пить. По крайней мере, для себя я это решил точно. Хотя 47, конечно, вариант жестковатый. Все-таки, я бы, наверное, попробовал английскую версию в 40, которая для рынка Англии. И вот это, наверное, было бы само то. Потому что разводить его пошло. Можно, но пошлость. Реально сбалансированный офигенно. Все, здесь всего... Что вам надо, все здесь есть. Он очень мягко и классно пахнет. Причем из любой посуды он очень мягко и классно пахнет. Хотя пить его, естественно, все-таки предпочтительно вот такой посудкой. Потому что, ну, это немного не для таких случаев. Так что, вы знаете, я сегодня остался доволен этой записью. Поэтому за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И осень, наконец-то, приди. Поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok